Здравствуйте! В эфире программа «13 этаж» и наш гость сегодня – заместитель председателя правительства, министр строительства и архитектуры Архангельской области Андрей Шостаков. Андрей Геннадьевич, здравствуйте! Добрый день! Сегодня хотелось бы поднять тему переселения из ветхого и аварийного жилья. На 31 декабря 2016 года намечено завершение третьего этапа региональной программы по переселению из аварийки. С какими результатами Архангельская область придет к этой дате? На сегодняшний день правительство Архангельской области контроль осуществляется в полном объеме. Основные этапы строительства третьего этапа завершения – это Северодвинск-Архангельск. Что касается Северодвинска, там все контракты заключены, ведется строительство. Что касается Архангельска, здесь, с учетом того, что первый-второй этап все-таки не получался у города Архангельска, полномочия переданы правительству Архангельской области, а именно Министерству строительства и архитектуры. И здесь уже строительство ведется через заказчика Главного управления капитального строительства. Что можно сказать о результатах? По Архангельску в этом году необходимо переселить более 500 семей. Это будет сделано до 31 декабря 2016 года. Заключены государственные контракты полностью на все 28 тысяч квадратных метров, которые необходимо переселить. При этом 5 домов будет строиться. В настоящее время мы уже планируем в октябре сдать первый дом. Это на Московском проспекте. Далее будет второй этап тоже на Московском проспекте. И далее на Ленинградском проспекте 4 дома. Получается до 31 декабря у нас будет сдано 4 дома. И пятый дом будет до марта 2017 года сдан в эксплуатацию. Андрей Геннадьевич, по Архангельску где, в каких районах конкретно сегодня ведется строительство? Выбрано для строительства социального жилья два района. Это по Ленинградскому проспекту и по Московскому проспекту. Будет построено 5 домов общей площадью 28 тысяч квадратных метров, что позволит создать 480 квартир и переселить тысячу человек. Архангельская область выходит в лидеры по наращиванию темпов по строительству социального жилья в Северо-Западном федеральном округе. Об этом не так давно говорил Сергей Степашин. За счет чего удается такое наращивание темпов? Действительно можно сказать, что темпы, которые набраны сейчас в Архангельске, они непривычны. Первый дом, который мы в настоящее время будем сдавать, он был построен за 10 месяцев. И уже в октябре мы планируем переселение первых жильцов. Что позволило нам ускорить темпы? Конечно, в первую очередь то, что мы подошли к этому вопросу комплексно. Мы посмотрели тот результат, который планировался по Архангельску в части строительства малоэтажного. И все-таки приняли для себя в областном центре необходимо многоэтажное строительство. Тем самым удешевляя проекты за счет подведения сетей, социальной инфраструктуры, дороги. И тем, что все-таки основание фундаментов у нас сложное. И для этого 9-этажный дом наиболее подходит оптимально для стоимости цены. Поэтому применены технологии, которые типичны для Архангельска. Это серия, Архангельская серия, которая выпускается Кузнечевским комбинатом. Это два дома. И один дом каменный, полностью каменный дом. И три дома это современная технология. Это железобетонный каркас и кирпичные стены. Здесь мы подходили, чтобы второй момент, который связан именно с темпами, это сокращение сроков проектирования и строительства. Здесь мы подошли с такой задачей, чтобы объединить конкурсы на строительство и проектирование. При этом, конечно, очень должное внимание относили именно к качеству стен, материалов, которые будут использованы при проектировании и строительстве. То есть малоэтажек уже появляться не будет в качестве социального жилья? Это невыгодно? В Архангельске невыгодно. Если брать районы, да, там в основном применяется малоэтажное. Ну, в Севродвинске тоже там многоэтажное строительство до пяти этажей. А если брать по районам, то там, конечно, применяется малоэтажное строительство. Почему? Потому что вписывается в архитектуру? Вписывается в первую архитектуру. Во-вторых, все-таки технологии, которые там применяются, они более, так сказать, наши районные. Нету ни типовых конструкций, ничего. Поэтому малоэтажное там быстрее возводимое. И все-таки по качеству и строительной организации там имеет ту технику, которая позволяет это делать. Но говоря о качестве, не секрет, что социальное жилье нередко называют новым аварийным. То есть качество чаще всего подлежит сомнению. А так ли это или в Поморье все по-другому, к Поморью это не имеет отношения? Ну, в каждом регионе свои случаи, когда случались те или иные проблемы. Но вот все-таки, что мы сделали для себя, увидев то, что получается, все на сегодняшний день дома получают положительное заключение экспертизы. Тем более государственное. То есть ни один дом у нас не строится без экспертизы. Второе, что сделано, это по приемке домов в эксплуатацию. Здесь созданы комиссии с привлечением инспекции государственного строительного надзора. Это те дома, которые ниже трех этажей, которые не были поднадзорны, не были подлежали экспертизе. Это именно те, что находятся в районах. И приемка объектов в эксплуатацию ведется с участием экспертов. Поэтому сейчас, чтобы допустить некачественное строительство, практически невозможно. Поэтому мы считаем, что то, что сделано в правительстве Архангельской области и в целом по районам, здесь позволит нам уже на третьем этапе принимать качественное жилье и не называть его новым аварийным. Ну, а какие новые технологии применяются при строительстве? И применяются ли они при строительстве социального жилья? Конечно, применяются. Никуда нам не уйти от этого. Вот в Новодвинске был построен энергоэффективный дом. Применяются технологии нашего домостроения, именно связанного с деревянным домостроением. Недавно здесь Минпромторг Российской Федерации проводил встречи по именно деревянному домостроению и применению этих типовых конструкций. Это теплые конструкции. То, что касается Архангельской, ну, здесь применяются, я уже говорил, типичные. Вот это 93-я серия, кирпич, бетон. Поэтому современные технологии связаны только, например, с использованием тех материалов, которые связаны с утеплением. А каменный дом, он всегда считался лучшим и стоит более 100 лет. Ну, при всем при этом, ветшание аварийного жилья, ветшание старого жилья, все-таки опережает темпы строительства нового. Что нужно сделать и что делается, чтобы все-таки эти темпы сокращались, чтобы социальное жилье строилось активно, а квадратные метры были доступны при этом? Ну вот, что хотелось бы отметить, в Архангельске все контракты, которые у нас заключены со строительными, мы, конечно, добились, очень плотно работали. Они вошли в ту стоимость, которую предложил нам фонд, это 36-400. Конечно, мы на себя взяли обязательства по подведению сетей, по развитию инфраструктуры, потому что это обязанность в любом случае правительства Архангельской области, в том числе и города Архангельска. В основном, то, что у нас связано с метром квадратом, это расширенные сроки строительства. Это привлеченные деньги, это привлеченные кредиты, и все проценты, которые вкладываются, они вкладываются в жилье. И первая задача, которая перед правительством Архангельского области состоит, это сократить эти сроки. Есть такое понятие агентства стратегических инициатив, которое работает при Российской Федерации, там определены рейтинг регионов, и мы в прошлом году по рейтингу были в группе С по тому, как предоставляется разрешение на строительство. Сейчас мы поднялись в рейтинге уже по некоторым позициям до категории А и Б. Это связано именно с сокращением сроков выдачи разрешения на строительство. Это большое дело. Второй момент, который позволял бы нам увеличить ввод жилья, это все-таки, конечно, инженерная инфраструктура. Здесь мы и правительство Архангельской области очень целенаправленно работает по обеспечению инженерной инфраструктуры 6-7 микрорайонов. Мы запроектировали несколько автомобильных дорог, сети водопровода, канализации, электрика и тепло там уже есть и позволяет там вводить уже до 200 тысяч квадратных метров. Это и позволит нам сократить ту разницу, которая есть между ветшатшим жильем и тем, которое будет вводиться в эксплуатацию. Я знаю, что программа переселения из ветхого аварийного жилья ждет четвертый этап. Выделены ли участки под строительство и каковы будут его масштабы? В целом по Архангельской области можно сказать, что по четвертому этапу все контракты заключены. Сейчас ведется строительство либо приобретение уже готового жилья. Мы как правительство Архангельской области по третьему этапу увидели те проблемные моменты, которые были. Основные проблемы, которые возникли, если мы знаем, это город Архангельск, плюсом у нас подключилась Коноша и Онега. По Коношу и Онеге мы тоже полномочия забрали на правительство Архангельской области и уже четвертый этап будем строить через Главное управление капитального строительства. Задача там тоже большая. Если брать Архангельск, это 43 тысячи квадратных метров, это более 2,5 тысяч переселить надо будет семей. Что касается Коноши и Онеги, это более 30 тысяч квадратных метров. Задача непростая до 1 сентября, но тот опыт, который получили, у нас не возникает проблем, что к 1 сентября 2017 года все, кто планировался к переселению, будут переселены. В Архангельске на каких участках будет вестись строительство в рамках четвертого этапа? Здесь мы прорабатывали вопрос именно в том, где мы планируем развитие инфраструктуры. Это 6-7 микрорайон. В этом микрорайоне выделено 2 земельных участка, уже подписаны 4 контракта и будет построено 5 домов. Здесь мы применили технологию двух проектов, которые используют типовые конструкции. Почему? Потому что это ускоряет строительство, не надо подготавливать производство. Первый – это та технология, которая является 93-й серией города Архангельска, 12 тысяч квадратных метров. И более 28 тысяч квадратных метров к нам заходит большой застройщик из Чувашии, группа компраний СУОР, которая в Чебоксарах вводит в год до 150 тысяч квадратных метров. У них есть технологии. Эти технологии связаны с панельным домостроением. Они уже в настоящее время пробили динамическое испытание свай, что позволит уже на следующей неделе начать свайное поле. И планируют до 1 сентября ввести эти дома в эксплуатацию. Все это будет построено именно в 6-7 микрорайоне. Дополнительно, чтобы развить инфраструктуру 6-7 микрорайона, губернаторам Архангельской области поставлена задача развития транспортной и социальной инфраструктуры. Здесь уже запроектирована дорога по Крахпогорской, которая бы объединяла 6-7 микрорайоны, выходила бы на Московский. Запланирован земельный участок под школу на 1500 учащихся и детский садик. Мы ждем от Архангельска проектно-смертную документацию, чтобы запланировать их в те федеральные программы для строительства этих социальных объектов. Также подготовлены и сети тепла и электроснабжения. Поэтому мы считаем, что к 1 сентября именно по 4 этапу именно то, что мы запланировали в Архангельске, будет исполнено. Андрей Геннадьевич, я благодарю вас за беседу. Спасибо вам. До свидания.